Значит, хотел спросить, вот сейчас тема модная юаня, юаня, юаня по отношению к рублю уже достаточно снизился от максимумов, стоит ли покупать и вообще какую валюту сейчас покупать, потому что уже пошли какие-то антические рассуждения, что доллар может до 60 снизиться, условно говоря, и прочее. Ну смотри, тут в принципе вопрос с одной стороны простой, с другой достаточно сложный, вопрос в том, что по сути на валют сейчас что оказывает, спрос со стороны российских резидентов, да, он не такой большой, не резиденты, они не могут ничего выводить, продать, поэтому спроса нет. Торговый баланс еще относительно крепкий у нас, поэтому последняя неделя марта наши как раз экспортеры продавали валюту, поэтому мы видели такое сильное снижение доллара. Поэтому текущие котировки рубля, они, так я бы сказал, немного неадекватные ситуации в том плане, что у нас как бы нет встречных аферов. А то, что ты говорил по юаню, ну рубль ко всем валютам укрепился, да, он не только же к доллару, он укреплялся и к евро. То есть тут как бы все понятно. Вопрос до 60, теоретически да, может. Можно как бы рассчитать, какой курс рубля будет из-за того, какой бит установил Центральный банк. Вот он покупает золото как раз у наших производителей, там, по-моему, 5 тысяч за унцию, да, это, по сути, такое квази-QE, квази-печатание денег. Я это в кавычки беру, потому что я не люблю это понятие печатания денег. Но, по сути, вот если мы смотрим на бит по золоту со стороны Центрального банка, это где-то равновесно там в районе 81. Ну и видно то, что вот он как бы вошел в канал 80-85. Может, и до 60, ну, если будет геополитика, как бы достаточно попутный ветер, то может и быть 60, потому что, ну, как бы спрос на валюту нет сейчас, как таково сильно. Обороты упали в 8 раз на бирже. Поэтому, да, тут, можно сказать, теоретически будет, но я бы не ставил там больше 15%. Так вот, физик-то, он может пощупать юань в бумажной форме сейчас? Бумажный? Ну, смотри, у нас же ЦБ, он ввел запрет, физик может купить доллары. То есть, если у него евро есть, он доллары. По поводу юаня, там какая-то у нас все-таки дружественная страна. Да, вот в Тинькое, пожалуйста, можно покупать юань-то. Нет, ты имеешь в виду, как покупать? Покупать электронно? Электронно, но потом интересно, можно ли потом это все получить? Ну, смотри, ты электронный евро можешь купить, да, там, в Тинькое, на бирже. Там же, по-моему, попадают по 12% я. Да, 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 ты попадаешь. А под юань я не попаду? Под юань нет, под юань нет тоже. То есть, эти валюты можешь. Так вот, как в стране? Так же. Франк, кстати, тоже интересен, потому что через франк он же привязан к доллару, по сути. Да, и можно вот так строить, как бы, экспозицию на доллар через франк. Да, но Швейцария же недружная страна. Ну, пока на франк нет ограничений. В Швейцарии это всегда нейтральная сторона, даже во время Второй мировой войны. Она же нейтральная была. Так подведем итог небольшого вопроса. Какую валюту сейчас покупать? Вот физику. Ну, смотри, чтобы ответить на этот вопрос, нужно спросить, для чего? Если физику нужно куда-то ехать... Нет, деньги сохранить. Просто на год, на три года деньги сохранить, и все. Ну, я тебе, да, отвечу на твой вопрос. Но сначала я тебе скажу так, что ты можешь там почитать статьи. Так же и Конс, это центрального банка. На самом деле, если ты после наших всех девальваций, там, вложился в 2000 году в рубль, да, и делал ролл через каждый год через депозит по рублю, либо купил доллары, да, то, по сути, доходность у тебя идентичная была. То есть ты, грубо говоря, вкладываешься каждый год, ролишь депозит долларовый, либо рублевый. И вот с учетом наших ставок, ты бы не проиграл доллару. То есть на больших данных это все посчитано, есть эта информация. Это раз. Ну, если хочется куда-то валюту, ну, да, можно вот франк, можно, опять же, юань. Вопрос юань там спредов. То есть нужно понимать то, что доллары – это самый низкий спред. Я имею в виду не в обменнике, а на бирже. Чем меньше у тебя, чем менее ликвидовый у тебя валют, тем больше спреда. А, ну вот мне подсказывает, что, в принципе, и в юане спреды не такие большие там, в принципе. Я слышал, что в юане обороты сейчас стали расти, поэтому все нормально будет? Ну, да, потому что у нас, естественно, наша, как же, как бы наша, наша глава государств заявил, то, что мы более теперь акцентируемся на Китае, на Азию. Естественно, у нас будет расти торговый оборот с Китаем, с азиатскими странами. Это дух времени текущего. Понятно. То есть тем, кто не хочет в рублях держать, можно порекомендовать швейцарский франк и юань. Да. Ну, опять же, я бы, допустим, рассмотрел не только вот через то, что вложить в эти валюты и все. Можно, опять же, те же корпоративные облигации купить. Тут же смотреть нужно с учетом ставки, опять же. Ты вкладываешь, когда валюта, она у тебя будет лежать под ноль, верно? Ты же не будешь куда-то в юанях класть на депозит. То есть она у тебя будет под ноль лежать. Нет, ну, если я покупаю облигации, значит, я как бы уверен, что... А, ну вот еще там в юанях, допустим, депозит ноль три. Нет, ну я хочу заценироваться страновых рисков. Если я покупаю облигации, значит, я уверен, что страной ничего не случится. А если я не покупаю, значит, то есть сомнения. Ну, в плане такого, то да, если ты хочешь диверсификацию именно по странам, естественно, нужно иметь какую-то валюту этой страны и активы этой страны. Да, но у нас все говорят, знаешь, не держите все яйца в одной корзине, там, разбейте на треть, это все есть, да. Вот юан и франк – это какой вариант. Все, не буду тебя больше отвлекать, уже заявку под юан поставил. Да, значит, лимит. У меня по тебе лимит открыл, да. У тебя лимит открыт. Сила, спасибо большое. Спасибо. Да, нет, давай, счастливо, пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!